Луна – единственный естественный спутник Земли и ее ближайший сосед в космосе. Скорее всего, Луна образовалась, когда в нашу планету врезался объект размером с Марс. Катастрофа произошла миллиарды лет назад. Она превратила Землю в расплавленный шар и выбросила на орбиту огромный кусок материи, который остыл и принял круглую форму. Теперь изрытая кратерами сфера вращается вокруг нашей планеты, вызывая приливы и отливы в океанах. Размер Луны чуть больше четверти размера Земли. Это делает ее пятым по величине естественным спутником в Солнечной системе. У Луны есть несколько фаз. Например, новолуние, полнолуние, полумесяц, первая и последняя четверть. Но какой бы ни была фаза, нашу соседку трудно спутать с любым другим космическим объектом в ночном и иногда даже дневном небе. Но представьте, вы проснулись ночью и видите, что Луна выглядит не так, как обычно. Она кажется ярче и… больше? Впрочем, в полудреме изменения не так сильно бросаются в глаза. Вы опять ложитесь в постель, даже не подозревая, что место Луны занял Меркурий. Поверхность Меркурия, ближайшей к Солнцу планеты, напоминает лунный пейзаж. Она усеяна метеоритными кратерами. По размерам Меркурий не превышает двух пятых размера Земли. Тем не менее, он слегка больше Луны. И именно поэтому планета будет в большей степени влиять на Землю. Ночи станут ярче, приливы усилятся, как и отливы. Лунный цикл, период, за который Луна или, если быть точнее, Меркурий проходит все фазы, станет на 14 часов короче. Но в целом такая замена радикально не повлияет на состояние нашей планеты. А как насчет Венеры? Что если место привычного нам спутника займет третий по яркости естественный объект после Солнца и Луны? Венеру часто называют сестрой Земли, потому что их масса и размеры практически одинаковы. В нашем небе Венера была бы такой же большой, как Земля, наблюдаемая командой Аполлона с поверхности Луны. Утренняя звезда осветила бы намного ярче Луны. Во-первых, планета отражает в шесть раз больше солнечного света. Во-вторых, она заняла бы как минимум в 16 раз больше пространства. Именно поэтому ночи на Земле стали бы светлыми, как ранние сумерки. Если бы вы посмотрели на Венеру, вы бы заметили нечеткие вихревые узоры на ее желтовато-белом покрове из облаков. Венера не стала бы спутником Земли. Скорее всего, обе планеты вращались бы вокруг своего общего центра масс, и эта орбита была бы довольно странной. Если бы Венера двигалась с той же скоростью, что и Луна, планеты бы врезались друг в друга в ближайшем будущем. Ну что, пора двигаться дальше. Если бы место Луны занял Марс. Вы бы это точно заметили благодаря красноватому диску и размеру планеты, который превышает размер Луны в два раза. Вам даже не понадобился бы телескоп, чтобы полюбоваться необычным цветом и темными пятнами, усеивающими поверхность планеты. И даже если бы вы не обратили внимания на Красную планету, вы бы определенно почувствовали неладное. Марс вдвое меньше Земли, но в несколько раз больше Луны. Если небольшой космический объект сменится более крупным, это приведет к нарушению хрупкого баланса. Если вам не повезет, и когда Марс заменит Луну, вы окажетесь на побережье, вам придется срочно эвакуироваться. Под влиянием планеты поднимутся сильнейшие волны, которые словно гигантские цунами будут обрушиваться на берег. Марс будет отражать больше солнечного света, чем Луна. Ночи станут светлее, земные ландшафты приобретут жуткий красноватый оттенок. Зато с помощью телескопа вам удастся полюбоваться Олимпом, самой высокой горой во всей Солнечной системе. Марс недостаточно крупный, чтобы кардинально поменять орбиту Земли. Но со временем две планеты наверняка начнут вращаться вокруг друг друга, создавая двойную планетную систему. И раз Марс окажется так близко, путешествия на него станут реальностью. Пришло время мыслить масштабнее. Если бы место Луны занял Юпитер, Земля как независимая планета прекратила бы свое существование. Она превратилась бы в спутник самой крупной планеты Солнечной системы. Но есть и хорошие новости. В таком случае у людей появилась бы возможность увидеть небо потрясающей красоты. Юпитер несравнимо больше Луны, и гигантская полосатая сфера простиралась бы на весь видимый горизонт. Вы бы смогли любоваться желтыми, коричневыми, красными и белыми облаками, парящими в атмосфере Юпитера, если бы у вас осталось на это время. Увы, гравитация газового гиганта тут же привела бы к землетрясениям, извержениям вулканов и цунами. Земную кору и мантию начала бы тянуть к Юпитеру, и Землю разорвала бы на части. Планету бы сжимала и растягивала в разные стороны на 90 метров. К сожалению, скорость Земли составляет всего 10% от скорости, необходимой для того, чтобы остаться на орбите Юпитера. Именно по этой причине менее чем через сутки наша планета врезалась бы в газового гиганта. Но не будем о грустном. Если бы вместо Луны был Сатурн, это было бы незабываемое зрелище. Планета более чем в 35 раз крупнее нашего спутника. Золотистая сфера заняла бы 18 градусов неба. А знаменитые кольца простирались бы от горизонта до горизонта. Земля находилась бы от газового гиганта чуть дальше, чем его спутник Дион. И поскольку Сатурн намного мощнее нашей планеты, Земля превратилась бы в его спутник. К сожалению, скорости вращения Земли было бы недостаточно, и через пару дней мы бы врезались в Сатурн. Но прежде чем достичь атмосферы планеты, нам бы пришлось пройти через ее восхитительные кольца. Они состоят из кусочков комет, астероидов и разбитых спутников. Да, нам бы предстоял путь не из простых. И не стоит забывать, что Земле пришлось бы обойти спутники Сатурна, а их 53 штуки. Но что, если бы столкновение не произошло, и Земля стала бы 54-м спутником? Тогда бы гравитация газового гиганта привела к сильнейшим тектоническим сдвигам по всему земному шару. Кара планеты разрывалась бы на части, и в итоге бы от нее ничего не осталось. Хм, тоже не очень позитивный исход. И Уран, и Нептун — это ледяные гиганты. Они примерно одного размера. Больше Земли, но меньше Сатурна и Юпитера. Обе планеты покрыты льдом и могут похвастаться красивым зелено-серым оттенком. Если бы одна из них заменила Луну, последствия были бы одинаковыми. Так что подкинем монетку. Хорошо, давайте посмотрим, что будет, если однажды вы увидите в небе Нептун. Нептун в 14 раз больше Луны. Планета была бы похожа на огромный ярко-голубой воздушный шар. Причем не только днем, но и ночью. Вам бы казалось, что Нептун в 15 раз больше Солнца, и вы бы регулярно наблюдали солнечное затмение. После исчезновения Солнца за Нептуном, наша планета погружалась бы в кромешную тьму более чем на полтора часа. Масса Нептуна в 17 раз больше массы Земли, и его гравитационное притяжение намного сильнее. Поэтому наша планета стала бы спутником. Да-да, опять. И она облетала бы Нептун на чуть более удаленном расстоянии, чем его самый большой спутник Тритон. Кстати, в таком случае Земля рисковала бы в итоге столкнуться с этим космическим объектом. Но давайте предположим, что нам повезло, и мы не встретились ни с одним из спутников Нептуна. Однако у нас и без этого было бы достаточно проблем. Волны на Земле стали бы в тысячу раз мощнее, чем при Луне. Гравитационная сила Нептуна не разорвала бы Землю на части, но нагрела бы нашу планету. Сейсмическая активность бы постепенно возрастала, вызывая землетрясения и извержение вулканов, и, вероятно, у нас бы пропал интернет. Но самый печальный исход ожидал бы Землю, если бы Луну заменила Солнце. Судите сами. Расстояние между нашей планетой и ее спутником составляет около 386 тысяч километров. А вот Меркурий от Солнца отделяет от 45 миллионов до 69 миллионов километров. И хотя расстояние огромно, поверхность Меркурия представляет собой выжженную пустыню. Разница температур на планете колоссальна – от минус 173 градусов Цельсия ночью до плюс 426 градусов днем. Другими словами, если бы Солнце вдруг приблизилось к Земле на расстояние Луны, оно бы моментально выжгло всю ее поверхность. У вас не было бы ни доли секунды на то, чтобы удивиться шару из плазмы, застилающему небо. Солнечные вспышки намного больше диаметра Земли. Одной такой вспышки было бы достаточно, чтобы расплавить кору планеты, сжечь ее атмосферу и стереть все формы жизни с лица Земли. Ну что, теперь домашние дела, которые вы усердно откладывали, уже не кажутся такими катастрофическими, правда? Долгое время считалось, что Луна образовалась в результате столкновения с Землей. Небесное тело размером с Марс врезалось в нашу планету и раздробило часть ее коры. Затем образовавшиеся обломки собрались в плотный шар, который впоследствии стал Луной. Но есть один вопрос, который не дает покоя ученым. Земная кора бедна металлами. Так почему же Луна содержит так много металла? Последние исследования, по сути, перечеркивают основную теорию, так что мы снова ничего не знаем о возникновении нашей ближайшей соседки. На Луне железо сохраняется в первозданном виде, потому что там нет кислорода, а без него не может быть ржавчины. Но пару лет назад ученые сделали неожиданное открытие. В более высоких областях нашего спутника железо окислено и ржавеет. Сначала эта находка вызвала у астрономов недоумение. Наличие ржавчины могло означать, что хотя бы в некоторых районах Луны есть воздух для дыхания. Но затем появилось объяснение. Кислород, похоже, попал на безжизненный камень с нашей планеты. В отсутствие атмосферы, солнечные ветры без устали терзают Луну, и ничто не может их остановить. Эти вспышки могли захватить часть кислорода из верхних слоев земной атмосферы и доставить его на Луну. Затем молекулы осели в самых высоких точках поверхности Луны. Поэтому в ущельях и особенно под поверхностью спутника нет окисленных металлов. Вода на Земле – это тоже огромная загадка. Самая популярная теория гласит, что она попала на нашу планету с ледяными кометами и астероидами, которые оставили после себя не только кратеры, но и жидкую субстанцию, благодаря которой зародилась жизнь. Но новые знания позволили рассматривать другую версию. В космосе много органических веществ, и при определенных условиях из них может образоваться столько воды, что ее хватит, чтобы наполнить наши океаны тысячу раз. Исследователи провели эксперимент, в ходе которого они нагрели это органическое вещество и получили чистую воду и нефть. Исследования еще не закончены, но это может означать, что нефть появилась на Земле не только благодаря окаменелым останкам живых существ, но и пришла из космоса. Изменения климата, которые мы наблюдаем, скорее всего, являются частью естественного цикла. Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Крузии выявили закономерность в колебаниях климата нашей планеты. Они выглядят как чрезвычайно длинные сезоны. Иногда эти состояния могут длиться миллионы лет, и все они связаны с положением Земли относительно Солнца. В соответствии с температурами сезоны получили название ледник, холодильник, теплица и парник. Например, последние три миллиона лет наша планета находилась в состоянии ледника, поскольку последний ледниковый период был не так давно. Но действия людей, усиливающие парниковый эффект, привели к тому, что климат приблизился к состоянию теплицы гораздо быстрее, чем это произошло бы без нас. Когда этот сезон наступит, средняя температура на Земле поднимется до тропических значений, чего планета не видела более 50 миллионов лет. Вернемся к Луне. Каждую ночь ее можно увидеть в разных местах, разного размера и даже разного цвета. Размер и расположение объяснить довольно просто. Когда Земля вращается вокруг своей оси и обращается вокруг Солнца, мы видим, как Луна путешествует по ночному небу, то приближаясь к нашей планете, то отдаляясь от нее. А вот что делает ее сегодня ярко-желтая, а завтра зловеще темно-красный? Это более сложный вопрос. Естественный цвет Луны, видимый из-за пределов земной атмосферы, коричневато-серый. Однако мы часто видим ее совсем другой. Прямо над головой она обычно выглядит почти белой, потому что ее отраженный свет проходит через относительно тонкий слой атмосферы. Почти ничто не блокирует и не преломляет свет, поэтому он довольно яркий. Луна может казаться желтой, оранжевой или даже красной, когда находится над горизонтом. Дело в том же эффекте, который делает Солнце красным на восходе и закате. Свет проходит гораздо более длинный путь, чтобы достичь ваших глаз, и большая часть синего спектра теряется. В результате цвет света становится гораздо более теплым. Наш естественный спутник также может казаться голубым, и причина этого — наличие в воздухе мелких частиц. Они всегда преломляют свет, поэтому Луна никогда не выглядит так, как за пределами атмосферы. Но когда их больше, чем обычно, они превращают ее цвет в голубоватый. Наконец, крайне редко Луна может выглядеть фиолетовой. Никто точно не знает, почему это происходит, но астрономы считают, что дело в сочетании атмосферы, частиц пыли и, возможно, чего-то еще. Четкого объяснения нет. Лунотрясение — это не что-то из научной фантастики. На Луне колебания происходят не так часто, как на нашей планете. А когда они случаются, то происходят ближе к центру спутника. Ученые считают, что лунотрясения могут быть вызваны гравитацией Земли и Солнца. Марсотрясения тоже существуют. Долгое время Красная планета считалась тектонически неактивной. Но недавние наблюдения показали, что время от времени на ней все же происходят слабые толчки. Вы, вероятно, даже не смогли бы их почувствовать, если бы стояли на поверхности Марса. Однако они означают, что под красным пыльным ландшафтом все еще происходят какие-то геологические процессы. У Луны нет темной стороны. Наш спутник связан с Землей приливным захватом, то есть он всегда повернут к нам одной стороной. Солнце находится гораздо дальше от нас, чем Луна. Когда Земля вместе со спутником вращаются вокруг Солнца, оно попеременно нагревает и освещает нас с разных сторон. Это означает, что время от времени Солнцем освещаются разные стороны Луны. Просто мы этого не видим. Каждый год Луна удаляется от Земли из-за взаимодействия гравитационной силы Луны и наших океанов. Каждый год она удаляется от нас на 4 сантиметра, что означает, что через 600 миллионов лет она будет на 23 с половиной тысячи километров дальше от Земли, чем сейчас. В это время прекратятся полные солнечные затмения. На Луне есть вода. Не лужи или озера. А озерно-водяного льда существуют в постоянно затененных частях вблизи лунных полюсов. Ученые считают, что вода попала на Луну очень давно, когда и Луна, и Земля постоянно сталкивались с астероидами и кометами, содержащими водяной лед. Этот процесс, возможно, помог нам получить наши собственные озера и океаны. Согласно новым исследованиям, в недрах Луны уже была вода, и она вышла на поверхность во время вулканической активности, то же могло произойти и на нашей планете. Для тех, кто думает, что у Земли только один спутник, есть еще два астероида, которые находятся на коорбитальных орбитах с нашей планеты. Первый из них на самом деле не вращается вокруг Земли, а имеет синхронизированную с планетой орбиту. Со стороны может показаться иначе, но у него свой собственный путь вокруг Солнца. Другой движется по подковообразной орбите вокруг нашей планеты. Благодаря своей специфической траектории этот острой приближается к нам каждые 95 лет. На Луне есть свой собственный часовой пояс, называемый стандартным лунным временем. На Луне время течет по-другому, поэтому год там делится на 12 дней, каждый из которых длится столько же, сколько наш месяц. Дни получили название в честь астронавтов, которые ходили по Луне. Календарь начинается с того момента, когда Нил Армстронг ступил на Луну в 1969 году. Лунная кора неодинаково толстая в разных местах. Средняя толщина составляет около 50 километров, но есть гораздо более тонкие и толстые участки. Это связано с кратерами, расположенными по всей поверхности и с большими полыми трубами под ней. Лунный орбитальный аппарат обнаружил одну такую трубу несколько лет назад, и она огромная. Хотя форма трубы неправильная, она могла бы вместить целое футбольное поле. Ученые до сих пор не знают, что находится внутри. Это может быть система тоннелей или какое-то геологическое чудо. Вероятнее всего, это лавовая трубка, подобные которой встречаются и на Земле. Когда поток лавы остывает, на нем образуется твердая корка, которая позже утолщается и превращается в крышу. Лава продолжает течь внутри, а когда она останавливается, канал может осушиться, в результате чего образуется пустая трубка. Хотите оказаться как можно ближе к Луне, не покидая Землю? Все просто. Садитесь на самолет до Эквадора и поднимитесь на гору Чимборасо. Знаю, это может показаться странным, но выслушайте меня. Эверест – самая высокая гора, если измерять от уровня моря, но вершина Чимборасо на самом деле является ближайшей точкой на Земле к Луне. Все дело в физике. Гора Эверест имеет высоту более 8800 метров, а Чимборасо – всего около 6100 метров, но секрет кроется в расстоянии до ядра Земли. Земля не является идеальной сферой. Она выпуклая в середине и слегка сплющена сверху и снизу. Выпуклая часть в середине называется экватором. Кстати, страна Эквадор на самом деле переводится как «экватор» с испанского. Теперь вы знаете. Гора, о которой идет речь Чимборасо, находится в нескольких градусах от экватора. Так как земной шар более вздут в средней части, вершина Чимборасо выступает ближе к космосу. Это означает, что если вы подниметесь на вершину этой горы, вы будете немного ближе к Луне, чем если бы вы поднялись на вершину горы Эверест. В Северном море у побережья Англии есть крошечная платформа, качающаяся на волнах размером примерно с два теннисных корта. Вы могли бы подумать, что это нефтяная платформа, но это Силен – самая маленькая страна в мире. Платформа Рафтауэр была построена в первой половине 20 века как форт для защиты английских судов. Перенесемся в 60-е годы 20 века, когда человек по имени Пэдди Рой Бейтс решает объявить этот старый форт своей собственной страной, назвав его княжеством Силен. Пэдди дал своей стране все, что она заслуживала – национальный флаг, валюту, конституцию, марки и систему подъема на платформу. Именно так, кстати, вы попадаете в страну, поднявшись на верхнюю часть платформы. Сегодня этим микрогосударством управляет монарх Майкл Бейтс, являющийся членом самопровозглашенной королевской семьи страны. Я знаю, верно. Зачем ждать в очереди за британским троном? У нации есть свой фан-клуб, который болеет за национальную футбольную команду. Их команда участвует в международных соревнованиях, где они обычно играют с другими крошечными странами. Хотя в Силенде на данный момент зарегистрирован только один официальный житель, к нему присоединяются игроки из других стран. Один из фанатов страны также водрузил флаг Силенда на вершину Эвереста. Кухня в одной стране, а гостиная в другой – такова повседневная реальность для некоторых местных жителей в Барле. В этом городе граница между Бельгией и Нидерландами проходит не только по улицам, она пролегает прямо через здание. Чтобы разобраться в этой ситуации, было установлено правило, согласно которому национальность дома определяется по тому, где находится его входная дверь. Но это решение создало свои проблемы. Есть дом, входная дверь которого находится точно на границе, что дает ему два адреса. Один в Бельгии, другой в Нидерландах. Владельцам этого дома была предоставлена уникальная возможность. Они могли выбрать, из какой страны они хотели бы получать коммунальные услуги. И вы угадали, они выбрали страну, где это было дешевле. В данном случае Бельгию. В Сенегале, Африка, есть озеро, которое выглядит как декорация из научно-фантастического фильма. Около 29 километров к северу от столицы Дакар вы найдете озеро Ретба, также известное как Лакроуз. Это озеро знаменито своей ярко-розовой водой. Да, она действительно розовая, и вы даже сможете искупаться, если захотите. Но будьте готовы к тому, что вода очень соленая. Это одно из самых соленых озер в мире с уровнем соли более 40%. Розовый цвет обусловлен разновидностью крошечных водорослей. Они вырабатывают красные пигменты, которые отражают солнечный свет, придавая озеру его уникальный оттенок. Если вы хотите увидеть озеро в самом ярком розовом цвете, приезжайте сюда в сухой сезон с ноября по июнь. В другое время года дожди могут смыть часть цвета. Кстати, в мире есть и другие розовые озера. Например, озеро Хиллер в Западной Австралии и озеро Натрон в Танзании. Есть холм, который выглядит так, будто постоянно горит. Расположенные в арктическом регионе Канады дымящиеся холмы поистине уникальное зрелище на Земле. Некоторые из найденных здесь минералов настолько редки, что встречались только на Марсе. На протяжении как минимум нескольких сотен лет Земля здесь непрерывно дымится. Сначала исследователи думали, что это связано с действующим вулканом, но оказалось, что дым появляется из-за чего-то другого. Почва в дымящихся холмах содержит серу и уголь, и когда эти материалы смешиваются с кислородом, они самопроизвольно загораются и продолжают гореть. Но не стоит замышлять никаких авантюрных поездок. Здесь очень суровые условия. Ядовитый дым и опасно высокие температуры. Лучше езжайте в Орландо. Новая Зеландия славится своими потрясающими пейзажами, но у нее есть и скрытые под землей сокровища. В глубине некоторых пещер на северном острове страны можно найти завораживающее чудо природы. Чтобы увидеть его, вам придется спуститься более чем на 46 метров в темные и звилистые пещеры. По мере углубления вы погрузитесь в полную темноту, пока не достигнете потолка пещеры, который усыпан крошечными светящимися существами. Это новозеландские светлячки, которые являются личинками особого вида грибных комаров, встречающихся только в этой стране. Они испускают яркий синий свет, чтобы привлечь добычу. Если вам выпадет шанс совершить экскурсию по этим пещерам, вы почувствуете себя словно в галактике. Тысячи этих живых звезд сверкают над вами, а их сияние отражается в воде под вашей лодкой. Это невероятное зрелище, как будто вы попали в волшебный светящийся мир. В Мексике находится одна из самых удивительных пещер в мире, которая называется Пещеры Кристаллов. Если вы думаете, что уже видели большие кристаллы, подождите, пока не увидите эти. Примерно в 1910 году шахтеры из города Найка, штат Чуауа, обнаружили пещеру, полную прозрачных кристаллов селенита. Но только через 90 лет они обнаружили еще более невероятную пещеру, заполненную огромными кристаллами, некоторые из которых достигали 12 метров в длину и весили до 55 тонн. Ученые считают, что 26 миллионов лет назад горячая, богатая минералами вода заполнила эту пещеру, позволив вырасти этим огромным кристаллом. Кристаллы Найка считаются самыми большими в мире, и люди рядом с ними выглядят крошечными. Однако исследовать пещеру не так-то просто. Внутри температура достигает 280 градусов. Даже с защитой люди могут находиться внутри только 20-30 минут. Это необычное место, но не совсем комфортное для людей. Маврикий славится своими прекрасными пляжами и прозрачными голубыми водами. Но на его юго-западе есть потрясающая оптическая иллюзия, которая выглядит как подводный водопад. Хотя кажется, что вода стекает в океан, на самом деле это обман света и морского дна. Остров находится на океаническом шельфе, глубина которого составляет всего около 150 метров. Но сразу за краем глубина резко увеличивается до 4 километров. Это падение создает иллюзию водопада, поскольку течения выталкивают песок и частицы за край, создавая впечатление, что вода каскадом стекает вниз. Так что, хотя это и не настоящий подводный водопад, это определенно классное зрелище, которое можно увидеть с лодки. В зависимости от того, когда вы посетите это место, у вас по коже пробегут мурашки, или вы придете в восторг. Недалеко от небольшого польского городка Грифино есть лес из сосен со странным изгибом. Все они согнуты у основания. Днем эти деревья с их резкими изгибами в 90 градусов выглядят завораживающе. Вы даже сможете найти удобное место, чтобы посидеть, если собираетесь на пикник. Но ночью в кривом лесу совсем другая атмосфера. Вокруг висит тонкий слой тумана, из-за которого лес выглядит жутковато и немного пугающе. К тому же ученые до сих пор точно не знают, почему деревья так изогнуты. А вы бы предпочли увидеть это при ярком свете дня или в таинственной темноте ночи? Ух! У Марса есть несколько лиц. Нет, правда. В 1976 году, когда орбитальный аппарат Викинг-1 исследовал Красную планету, он заметил нечто интересное. Огромную структуру, похожую на человеческое лицо. Это было в регионе, называемом Кидония. Оно скоро стало очень популярным. Немного позже мы обнаружили так называемое коронованное лицо в Ливийских горах. В целом на Марсе много странных структур. В 2022 году мы заметили там структуру, похожую на дверь. Марсоход NASA Curiosity сделал несколько снимков скалы, называемой Восточные утесы на горе Шарп. Эта скала имеет природные трещины, и одна из них примерно размером с дверцу для собаки и напоминает древнеегипетскую гробницу. Люди впечатлились этой историей. Изображение широко распространялось в социальных сетях, и трещина на нем выглядела больше, чем на самом деле. Некоторые думают, что она намекает на внеземную жизнь. Но при более внимательном рассмотрении NASA обнаружило, что это всего лишь узкая трещина в скалистой местности. Такие трещины и разрывы вполне обычны в скалистых районах как на Земле, так и на Марсе. Трещина образовалась естественным образом со временем, возможно, из-за воздействия ветра или марсотрясений. Марс полон таинственных структур. Недавно мы обнаружили там странные спиралевидные формы. Это гигантские спирали из лавы, которые выглядят как большие кружины или петли. Раньше мы могли лишь гадать, были ли марсианские долины, образованные лавой или льдом. Лавовые спирали проливают свет на эту загадку. Благодаря изображениям с высоким разрешением, снятым зондом NASA Mars Reconnaissance Orbiter, ученые обнаружили 269 лавовых спиралей, которые нельзя объяснить активностью, связанной со льдом. Особенно впечатляет то, что эти лавовые спирали подобны тем, которые мы видим на Земле. Они образованы лавовыми потоками на Гавайях. Эти спирали настолько хорошо сохранились, что их раньше легко было упустить из виду. Их ширина варьируется от 16 до 30 метров, и они почти сливаются с пыльным марсианским ландшафтом. Спирали могут многое рассказать о составе Марса, особенно о его коре и мантии. Мы до сих пор мало знаем об этом. Но Марс не единственная планета с необычными структурами. Например, у Сатурна, газового гиганта Солнечной системы, есть захватывающая особенность на Северном полюсе — огромный шестиугольник. Это облачный узор в форме шестиугольника. Его длина составляет около 14,5 тысяч километров, что больше диаметра Земли. Считается, что это струйное течение из газов, движущихся с высокой скоростью около 320 километров в час. Этот шестиугольник впервые был замечен миссией Voyager в 80-х годах, а затем его рассмотрела вблизи миссия Кассини в 2006 году. Миссия Кассини отметила изменение его цвета с синего на золотое с течением времени. Существует разная идея о том, почему на Сатурне есть эта структура. Одна теория предполагает, что она образуется из-за того, что ветры движутся с разными скоростями возле полюсов Сатурна. Подобные формы были созданы в лабораторных экспериментах, когда жидкости вращались с разными скоростями. Другая идея предполагает, что медленно вращающийся поток воздуха вместе с особыми погодными условиями Сатурна может отвечать за это. В 2020 году мы обнаружили, что когда бури окружены ветрами, закрученными в противоположном направлении, они могут образовывать устойчивую шестиугольную форму. На данный момент это самое вероятное объяснение. Сатурну также повезло со странными спутниками. Один из них называется Епет. У этого спутника есть странная особенность. Гигантский хребет, который оборачивается вокруг его середины, как огромный пояс. Из-за этого он выглядит как гигантский орех. У кого-нибудь есть щипцы? Этот хребет невероятно высокий по нашим меркам, от 13 до 19 километров в высоту, и тянется на 200 километров. Он покрывает более трех четвертей поверхности спутника и считается третьим по величине горным криптом во всей Солнечной системе. Мы не имеем ни малейшего представления о том, как образовался этот огромный хребет. Он не похож ни на что, замеченное на других планетах или спутниках. Есть одна идея. Хребет может быть остатками мертвого спутника. Миллиарды лет назад колоссальный удар отколол фрагменты материала от Япета. Эти куски кружили вокруг него, образуя мини-спутник или субспутник, со временем гравитационное притяжение Япета разорвало этот мини-спутник, создавая кольцо обломков вокруг него. Когда обломки этого кольца падали обратно на Япет, они образовывали массивный хребет, который мы видим сегодня. Ученые считают, что процесс происходил быстро, возможно в течение столетий. Гравитация Сатурна не мешала, потому что Япет находился довольно далеко от планеты. Если бы Япет был ближе к Сатурну, его спутник могло бы утащить, но нам нужно провести большие симуляции, чтобы проверить эту теорию. Титан, еще один спутник Сатурна, тоже имеет странные явления в своих метановых морях. Ученые заметили яркие пятна, называемые волшебными островами, которые, по-видимому, появляются и исчезают со временем. Мы понятия не имеем, что это такое. Атмосфера Титана насыщена сложными органическими молекулами, которые слипаются и падают на его поверхность, как снег. Эти волшебные острова могут быть снежными комьями, которые впитывают метан и тонут очень медленно. Но есть проблема. В воде молекулы слипаются, поэтому различные предметы могут плавать на ее поверхности. С метаном все иначе. Он любит цепляться за другие молекулы, из-за чего любые твердые объекты тонут немедленно. Однако эти волшебные острова не тонут. Существует теория, что эти острова могут быть похожи на губки, сделанные из льда с множеством когда куски дырявого льда отрываются от края озера, они могут некоторое время плавать на морях Титана перед тем, как погрузиться под воду. Есть также другие идеи, такие как пузырьки азотного газа или волны, вызванные ветром. Нам нужно провести больше исследований, чтобы узнать наверняка. Спутники бывают странными. Просто посмотрите на нашу Луну. В 1971 году мы обнаружили участок с исчезнувшей почвой на Луне, и он выглядит как голубое озеро. Это таинственное место называют Ино. Мы впервые заметили его во время миссии Аполлон-15 в 1971 году. Позже миссия Аполлон-17 сделала более четкие снимки этого места. Этот участок, напоминающий синеватую букву Ди, одна из самых странных вещей на Луне. За цвет отвечают породы, богатые титаном и называемые базальтами. Эти породы покрывают дно Ины и придают ему голубой оттенок. Вблизи краев насыпей внутри Ины также имеются голубоватые участки. Ина уникальна и, вероятно, имеет долгую историю. Возможно, здесь происходила вулканическая активность с насыпями, возраст которых составляет около 3,5 миллиардов лет. Это сопоставимо с возрастом поверхности вулканического щита, окружающего Ину. У нашей Луны тоже есть лицо, как и на Марсе. В районе Южного полюса Луны есть участок, который выглядит как лицо. Но это просто группа кратеров и теней, которые образуют изображение, напоминающее лицо, если смотреть издалека. Эти кратеры существуют там уже миллиарды лет и покрывают около 16% поверхности Луны. В некоторых из кратеров может даже быть вода и лед. Вы, возможно, задумываетесь, почему в Солнечной системе так много лиц? Дело в том, что наш мозг настроен на распознавание лиц даже там, где их нет. Это явление называется парейдалией. Наш мозг пытается осмыслить формы, поэтому, когда мы видим что-то, что немного похоже на человека, мозг превращает это в знакомый образ. Как когда стул с одеждой кажется вам таинственной фигурой. На Меркурии некоторые видят формы, напоминающие Микки Мауса. Так что не волнуйтесь, это не внеземная жизнь. Это наш мозг играет с нами, заставляя видеть знакомые формы, такие как лица, даже там, где их на самом деле нет. Скоро мы сможем начать строительство на Луне. А все потому, что индийская лунная миссия Чандра-Н-3 недавно обнаружила серу в районе южного полюса Луны. Этот химический элемент может очень пригодиться для создания здесь инфраструктуры. На естественном спутнике Земли он был обнаружен впервые. Чаще всего Сера встречается вблизи земных вулканов. Ее присутствие на Луне многое говорит о вулканической истории спутника и его прошлых атмосферных условиях. Планетоход обнаружил серу менее чем через неделю после приземления в 70 градусах от южного полюса Луны 23 августа 2023 года. Благодаря этой исторической посадке на лунную поверхность Индия стала четвертой страной. Благополучно высадившей миссию на Луну – это также первый космический аппарат, приземлившийся так близко к южному полюсу нашего спутника. Этот район имеет стратегическое значение, поскольку считается, что здесь находятся залежи водяного льда. Если это окажется правдой, то будущие миссии смогут добывать его и превращать в питьевую воду или даже ракетное топливо. В течение двух недель аппарат занимался сбором данных, сосредоточившись на анализе лунного грунта и чрезвычайно разряженной атмосфере Луны. Тем временем ровер «Прагьян», работающий на солнечных батареях, начал поиски замерзшей воды на Луне. Что касается посадочного модуля, то 3 сентября он продемонстрировал еще одно удивительное достижение. Космический аппарат запустил свои двигатели и поднялся в воздух примерно на 41 см. Затем он совершил крошечный прыжок и приземлился в 40 см от своего исходного местоположения. На самом деле способность спускаемого аппарата вернуться с поверхности Луны имеет большое значение для будущих миссий, показывая, что они могут безопасно возвращать образцы грунта или даже астронавтов домой после лунной миссии. В сентябре индийский космический аппарат был переведен в спящий режим. Приближалась двухнедельная лунная ночь, а космический аппарат не был предназначен для сбора научных данных в этот период времени. На данный момент мы узнали о нескольких основных результатах миссии. Один из них связан с измерением температуры верхнего слоя почвы Луны на разных глубинах. Интригующе, но поверхность спутника в этом районе оказалась горячее, чем ожидалось. Считалось, что температура на поверхности может составлять 20-30 градусов Цельсия. Но она составила около 70 градусов Цельсия. Гораздо жарче, чем должно быть. Другое открытие указывает на присутствие нескольких химических элементов, в том числе кислорода. Кроме того, данные, полученные из космического аппарата, подтверждают наличие алюминия, кальция, железа, титана, кремния и других химических элементов на лунной поверхности вблизи Южного полюса. Планетоход также использовал специальные приборы, предназначенные для измерения землетрясений и вибраций под лунной поверхностью, чтобы обнаружить некоторую сейсмическую активность. Это возвращает нас к сере, обнаруженной благодаря спектроскопу лунохода. В настоящее время ученые работают над тем, чтобы выяснить, образовался ли этот элемент на поверхности естественным путем, или же он является результатом вулканической активности или метеоритного удара. Еще одна удивительная вещь, найденная на Луне – камень. И это может быть самый древний из известных земных камней. Обломок шириной 2 см, включенный в большую коллекцию камней, привезенных на нашу планету астронавтами Аполлона, на самом деле может быть фрагментом Земли возрастом в 4 миллиарда лет. Эта находка может помочь нам составить более полное представление о том, каким сильным ударом подвергалась ранняя Земля на заре своей жизни. Все могло произойти следующим образом. Вскоре после образования горной породы астероид мог столкнуться с Землей и оторвать ее обломок. В то время спутник нашей планеты находился в 3 раза ближе к Земле, чем сейчас. Столкновение было настолько мощным, что этот кусок земной породы попал на Луну. Позже фрагмент попал в лунную брекчью – пеструю горную породу. В конце концов камень был доставлен домой, на Землю, астронавтами Аполлона 14. Хотя ученые и раньше находили метеориты, прилетавшие с Марса и Луны, впервые камень с Луны оказался земным метеоритом. Они также выяснили, что камень сформировался в богатой водой среде при температуре и давлении, соответствующем температуре и давлению на глубине около 19 километров под поверхностью нашей планеты. В 2019 году китайская миссия Чанэ-4 вошла в историю, высадившись на дальней стороне Луны. Луноход миссии помог исследователям визуализировать структуры, спрятанные глубоко под поверхностью спутника, раскрыв миллиарды лет лунной истории. Аппарат Юйту-2 сделал это открытие с помощью своего лунного радара Lunar Penetrating Radar. Он проникает вглубь лунной поверхности и слушает эхо звука, отражающегося от структур, скрытых от глаз под поверхностью Луны. Оказалось, что эти структуры расположены на глубине почти 300 метров. Исследование показало, что первые 40 метров под поверхностью состоят из слоев пыли, грунта и камней. Приборы также обнаружили скрытый кратер, который должно быть образовался после столкновения крупного объекта с поверхностью Луны. Давным-давно глубоко под землей, вероятно, текла древняя лава. Исследователи полагают, что разрушенные камни вокруг структуры могут быть обломками, образовавшимися в результате удара. Они также обнаружили, что слои вулканических пород становятся тем тоньше, чем ближе к поверхности. Такое изменение толщины лавовых потоков может означать уменьшение количества и масштабов извержений с течением времени. Таким образом, лунная вулканическая активность постепенно снижалась с момента образования Луны около 4,5 миллиардов лет назад. На дальней стороне Луны находится один из крупнейших и старейших ударных кратеров в Солнечной системе – бассейн Южный полюс – Эйткен. К сожалению, с Земли виден только его внешний обод, который выглядит как огромная цепь гор. Это гигантская вмятина глубиной 13 километров, простирающаяся на 2,5 километра в диаметре и занимающая четвертую часть поверхности Луны. Астрономы уверены, что этот кратер возник при столкновении астероида с Луной около 4 миллиардов лет назад. А теперь посмотрите на этот гигантский кусок металла размером с 4 штата Коннектикута. Что касается его веса в килограммах, то достаточно сказать, что это число содержит 18 нулей. Эта загадочная масса скрыта примерно в 300 километрах под поверхностью Луны, где-то в центре бассейна Южный полюс – Эйткен. Он был обнаружен во время сбора данных о нашем естественном спутнике с помощью миссии GRAIL – Gravity Recovery and Interior Laboratory, разработанной НАСА. Изучая эту информацию, ученые заметили, что в одном месте на поверхности Луны наблюдается странное изменение гравитации. Исследовав это явление, они пришли к выводу, что что-то загадочное утяжеляет дно бассейна. Пока исследователи не выяснили происхождение причудливой глыбы, но существует несколько теорий. Одна из них утверждает, что находка представляет собой кусок плотного оксида, который появился, когда Луна только обретала свои очертания. В то время спутник был еще покрыт древними океанами магмы, и глыба могла образоваться на последних стадиях его остывания. Однако большинство ученых поддерживают другую теорию, согласно которой загадочная масса является частью гигантского астероида, который когда-то создал бассейн Южный полюс – Эйткен. Поскольку предмет металлический, это, вероятно, железно-никелевое ядро астероида. На Луне может существовать лабиринт лавовых труб. Не так давно астрономы получили результаты подземной топографии и обнаружили массивную пещеру под поверхностью спутника Земли. Это может быть результат лунной вулканической активности, которая происходила более трех миллиардов лет назад. Потоки лавы застыли, образовав снаружи толстую твердую корку. Но внутри они продолжали течь, расплавляя породу и создавая туннели и пещеры. Многочисленные небольшие ямы на поверхности Луны, обнаруженные НАСА, похоже, являются отверстиями для таких лавовых труб. Если эта теория подтвердится, то подземные туннели могут послужить не только удобным местом для космических полетов с человеческим экипажем, но и источником воды, столь необходимой астронавтам. Прошли десятилетия с момента последней высадки человека на Луну на Аполлоне-17, которая произошла в декабре 1972 года. Не пора ли нам подумать о том, чтобы вернулся на наш пыльный спутник? И, может быть, даже остаться там? НАСА дало обещание по этому поводу. Агентство готовится снова отправить астронавтов на Луну, возможно, к 2025 году. Это произойдет в рамках программы под названием «Артемис». На лунную поверхность отправится первая в истории женщина. Теперь вы можете спросить, почему мы еще не сделали этого? Один из бывших руководителей НАСА сказал по этому поводу кое-что интересное. Дело не в научных или технологических проблемах. Проблема в том, что потенциальные проекты занимали слишком много времени и были слишком дорогостоящими. Видите ли, полеты в космос, особенно с участием человека, больно бьют по карману. Правда, в последние годы бюджеты НАСА исчислялись миллиардами долларов. Кажется, что денег достаточно, верно? Но только не в том случае, если посмотреть на их список дел. Ведь им приходится учитывать все. От телескопов и гигантских ракетных проектов до полетов к Солнцу, Юпитеру, Марсу и не только. Если посмотреть на это с другой стороны, то для достижения всех этих целей НАСА необходимо уметь очень хорошо составлять бюджет. Но дело не только в финансах. Луна сама по себе весьма проблематична. Она таит в себе реальные опасности, к которым нельзя относиться легкомысленно. Во-первых, на ее поверхности множество кратеров и валунов, на которые не так-то просто высадится. Кроме того, существует лунная пыль или реголит, если называть ее по-научному. Она образовывалась в течение многих лет в результате падения метеорита. Она очень жесткая и прилипает ко всему. Потенциально она может быстро повредить скафандры, аппараты и системы. Кроме того, работа с лунной средой – это не просто прогулка по парку. Луна не имеет защитной атмосферы. Это означает, что в течение 14 дней лунная поверхность находится под жесткими лучами Солнца. За этим периодом следует еще две недели полной темноты. Все эти изменения создают экстремальные температуры, к которым мы, люди, не очень привыкли. Но не волнуйтесь, решение найдено. Нас работает над созданием пыли и солнцезащитных скафандров и аппаратов. Специалисты даже разрабатывают систему, которая сможет обеспечивать электроэнергией лунные ночи. Еще интереснее то, что эта система может пригодиться и на Марсе, когда мы туда доберемся. НАСА также необходимо привлекать к своим проектам действительно умных людей. Подумайте только, средний возраст людей, работавших в Центре управления полетами 13-го Аполлона, составлял всего 26 лет. И эти люди к тому времени уже участвовали в многочисленных полетах. А это значит, что они уже с юных лет имели значительный опыт. Но здесь могут помочь и другие люди. В последние годы не только НАСА неустанно работает над проектами космических путешествий. Есть много успешных людей, обладающих достаточными ресурсами, чтобы присоединиться к этим усилиям. Некоторые из них разрабатывают новые типы ракет, способных приземляться и на Луну. В общей сложности НАСА высадило на наш спутник 12 человек. Это, безусловно, один из самых замечательных моментов в истории агентства, если не самый лучший. Астронавты делали там удивительные вещи. Привозили камни, фотографировали, проводили научные эксперименты и даже оставляли флаги. Все это были важные моменты миссии Аполло. Но они не были направлены на создание безопасного места для человека на Луне. Идея создания Лунной космической станции вынашивается учеными уже давно. Это вполне логично. В конце концов, Луна всего лишь в трех днях пути от Земли. Это значит, что технически мы можем позволить себе совершать небольшие ошибки, не испортив при этом весь проект. К тому же мы многому научимся, прежде чем отправиться в космос. Лунная база могла бы обеспечивать топливо для полетов в дальний космос. Кроме того, мы могли бы строить там телескопы, запускать их в космос, оттуда было бы гораздо проще. Луна поможет нам и в другом важном проекте – понять, как сделать Марс пригодным для жизни. Не говоря уже о том, что Лунная космическая станция помогла бы нам больше узнать о происхождении Луны. Кто знает, может быть, она даже принесет деньги, ведь это будет веселый и увлекательный лунный туризм. В любом случае, Лунная программа Аполлон потребовала больших усилий. Прежде всего, огромного количества людей. Около 400 тысяч со всех уголков штатов. Не все было идеально. Было два основных неприятных события. Во-первых, пожар на стартовой площадке Аполлона-1. Во-вторых, на 13-м Аполлоне кислородный баллон решил устроить истерику, что привело к серьезным проблемам в середине полета. Важной частью проекта был Сатурн-5. Он и по сей день является самой мощной, совершившей успешный полет ракетой высотой 36 этажей. Все еще трудно представить. Эта ракета в два раза выше Ниагарского водопада. Благодаря Сатурну-5 НАСА успешно завершило 13 полетов. В их числе доставка 24 астронавтов на Луну, причем половина из них даже успела немного погулять по ее поверхности. Существующие ракеты и космические шаттлы не могут выйти за пределы низкой околоземной орбиты. Проще говоря, они не могут добраться до Луны со всеми необходимыми для жизни астронавтов устройствами. Нынешние космические аппараты просто не способны нести такую нагрузку, по крайней мере, со времен полетов Аполлона. Тем не менее, мы добились значительных успехов на Земле и уже совсем скоро готовы отправить астронавтов на наш спутник. Конечно, речь про проект Артемис. Эту программу курирует НАСА, и чтобы убедиться, что все пройдет успешно, НАСА ранее запустила Орион, космический корабль без экипажа на борту, который должен был совершить орбитальный полет к Луне и вернуться на Землю. Считайте это автоматическим тест-драйвом. Прежде чем снова отправлять туда людей, необходимо убедиться, что все устройства работают правильно. Когда-нибудь. Орион станет тем кораблем, который снова доставит астронавтов на Луну. Он оснащен системой отмены запуска, которая обеспечивает безопасность астронавтов в случае, если во время старта произойдут неполадки. Кроме того, на корабле имеется служебный модуль, который представляет собой силовую установку, обеспечивающую Орион топливом, а еще водой, кислородом, электропитанием и температурным режимом для жизни астронавтов. Все эти проекты заставляют задуматься, какой же все-таки будет жизнь на Луне? Пока мы можем только фантазировать. Некоторые говорят, что мы будем жить в сказочных домах, вроде уютной норы Хоббита. Возможно, на Луне придется жить под землей. Это связано с экстремальными температурами и отсутствием кислорода. Если добавить к этому метеоритную опасность и постоянную радиацию, то неудивительно, что мы не сможем просто ходить по ее поверхности. А как насчет транспорта? Самые разные компании пытаются создать идеальный лунный транспорт. Если верить нынешним оценкам, то один из видов лунного такси взлетит уже в 2024 году. В отличие от наших современных ракет, этим космическим такси не придется сталкиваться с тяжелыми условиями входа в атмосферу Земли. Им будет проще совершать многократные круговые рейсы. Для обеспечения жизни на Луне нам потребуется специальная площадка для безопасного взлета и посадки, космических такси. Представьте себе посадочную площадку на твердом, ровном участке лунной поверхности, защищенную стенами от лунной пыли. Передвижение по поверхности Луны также станет проще. В аппаратах нового поколения, о которых мы говорим, будет своя контролируемая среда. Это значит, что вам не понадобится скафандр, пока вы находитесь внутри. Если же вам захочется ненадолго выйти из космического корабля, то, конечно, придется его надеть. Итак, с домами и поездками мы разобрались. Но как быть с топливом? Вот тут-то мы и получаем от Луны спасательный круг. Благодаря ее более слабому притяжению нам не нужно так много энергии, чтобы этого притяжения избежать. Кроме того, на Луне есть лед, а это очень удобно. Возможно, мы сможем превратить его в ракетное топливо. Для сбора льда нам понадобятся специальные космические устройства. Один из таких инструментов называется Trident. Он похож на бур и идеально подходит для копания в ледяной поверхности Луны. Роботы-помощники будут превращать этот лед в топливо и доставлять его на космическую заправочную станцию. Если это удастся, то ракеты, направляющиеся к Марсу, смогут заезжать туда для дозаправки топливом перед продолжением полета. Энцелад, ледяной спутник Сатурна, считается сейчас одним из самых перспективных мест для поиска жизни за пределами Земли. Недавно ученые обнаружили последний из шести необходимых для ее образования компонентов – фосфор. Этот редчайший элемент был обнаружен в океане на Энцеладе. Этот редкий элемент делает почву на Земле плодородной. Но концентрация этого минерала в скрытых морях далекого спутника может быть от ста до тысячи раз больше, чем в океанах нашей родной планеты. Возможно, это связано с тем, что океан Энцелада богат карбонатами, прямо как газированная вода. И эта газированная вода, вероятно, растворяет фосфаты в породах спутника. Новое открытие позволяет предположить, что и на других ледяных спутниках Сатурна, таких как Титан, вода также может быть насыщена фосфором. Почему ученые так заинтересовались этим минералом? Фосфаты – соединения, содержащие фосфор, являются важнейшими компонентами жизни на Земле. Они содержатся в ДНК, РНК и клеточных мембранах. Однако среди шести элементов, необходимых для жизни – углерода, водорода, азота, кислорода, фосфора и серы – фосфор встречается реже всего. В 2004 году космический зонд Кассини попал в пыль второго внешнего кольца Сатурна, называемого кольцом И. Она состоит из ледяных зерен, выбрасываемых энцеладом. И при изучении этих ледяных зерен с помощью анализатора космической пыли Кассини исследователи обнаружили фосфор. Энцелад – шестой по величине спутник Сатурна. Он не очень большой, всего 500 километров в ширину. Таким образом, это космическое тело настолько небольшое, что может поместиться внутри Аризоны. Надо будет как-нибудь попробовать. Интересно, что когда космический зонд Кассини только прибыл к Сатурну, астрономы думали, что энцелад будет представлять собой замерзший ледяной шар. Ну а затем, сюрприз, сюрприз, они заметили шлейфы ледяных частиц и водяного пара, вырывающиеся из гейзеров на поверхности Луны. Стало ясно, что между каменистым ядром и ледяной оболочкой спутника находится океан. Эти же исследователи ранее обнаружили, что на спутнике Сатурна могут находиться сложные органические молекулы. До этого ученые полагали, что фосфаты могут находиться в скалистых ядрах энцелада и подобных ему миров. Поэтому новые данные, намекающие на то, что фосфаты могут быть спрятаны и в океане, стали неожиданностью. Исследователи изучили 305 зерен льда из кольца и Сатурна и обнаружили, что 9 из них содержат фосфаты. В этих результатах не было ошибки. И это очень важно, поскольку некоторое время назад считалось, что фосфиин, соединение водорода и фосфора, существует в облаках Венеры. Но найти доказательства этой теории так и не удалось. А вот на энцеладе никаких противоречий нет, и фосфаты там действительно существуют. Астрономы считают Европу одним из наиболее перспективных мест в Солнечной системе для поиска новых форм жизни. Все потому, что на этом спутнике есть огромный океан соленой воды глубиной от 60 до 160 километров. Да, он скрыт под слоем льда, толщина которого по оценкам составляет от 16 до 30 километров. Но океан все еще потенциально пригоден для жизни. Астрономы утверждают, что шлейфы воды вырываются из трещин в ледяном панцире и выбрасывают содержимое лунного океана в космос. Конечно, любой миссии, ищущей жизнь, будет не просто добраться до столь глубокой среды. С другой стороны, у ученых уже есть некоторые доказательства того, что существуют гораздо более мелкие водоемы, которые, вероятно, лежат гораздо ближе к поверхности спутника. Возможно, они расположены даже менее чем в одном километре подо льдом. И в этой новости есть два положительных момента. Во-первых, она повышает вероятность существования жизни на Европе. А во-вторых, если это правда, то это может облегчить будущим миссиям поиск этих форм жизни, если они там есть. Далее находится Титан, самый большой спутник Сатурна. Он меньше Земли и обладает меньшей гравитацией, но все равно напоминает нам нашу планету. Как и на Земле, в его атмосфере преобладает азот. Титан — единственный мир в нашей Солнечной системе с озерами и реками. Эти водоемы состоят из углеводородов, метана и этана. Существует также подповерхностный океан, состоящий из воды, но он расположен очень глубокой. И пока никто не выяснил, контактирует ли этот океан с чем-либо с поверхности планеты. Если да, то смешавшись со сложной химией на поверхности, он может стать топливом для жизни. Однако инцелад и другие ледяные спутники — не единственное место в Солнечной системе, где может существовать или когда-то существовала жизнь. В 2003 году космический аппарат «Марс Экспресс», запущенный Европейским космическим агентством, обнаружил в атмосфере Марса метан. На нашей планете большая часть этого газа в атмосфере вырабатывается живыми существами. Например, крупным рогатым скотом, который переваривает пищу и выделяет, как вы понимаете, газ. Однако ученые считают, что метан был стабилен в марсианской атмосфере около 300 лет, а затем в 2006 году почти полностью исчез с Красной планеты. И произошло это в 600 раз быстрее, чем предполагали модели исследователей. Вопрос — что или кто породило газ и куда он делся? Еще одна марсианская загадка. Микробы, которые, возможно, спят под поверхностью Марса. Там они могли быть защищены от жесткой радиации, поступающей из космоса в течение миллионов лет. Ученые смоделировали условия на Марсе в лаборатории, чтобы проверить, может ли это быть правдой. И с удивлением обнаружили, что бактерии вполне могут выживать в таких условиях в течение 280 миллионов лет. О, это большой срок. Это означает, что если бы на Марсе существовала жизнь, мы могли бы найти доказательства в недрах планеты, пробурив марсианский грунт. Сейчас на Марсе нет проточной воды, и клетки или споры просто высохнут. Кроме того, температура поверхности похожа на температуру сухого льда. Другими словами, она заморожена. Пусть так. И все же под землей на Красной планете могут обитать шесть видов бактерий и грибов. Наиболее вероятный из них получил прозвище «бактерия Конона» из-за своего выносливого характера. Что ж, думаю, время покажет. В любом случае, если мы не найдем жизнь за пределами Земли в нашей Солнечной системе, то, вероятно, сможем поискать ее на экзопланетах. Так называют планеты за пределами нашей звездной системы. Некоторые из них выглядят очень многообещающе. Ближайшая к Земле экзопланета – Проксима Центавра Би. Она удалена от Земли всего на 4,2 светового года. Недавно астрономы выяснили, что этот мир может быть похож на Землю даже больше, чем считалось ранее. Она всего на 17% массивнее нашей родной планеты. Она вращается вокруг звезды, более тусклой и менее массивной, чем Солнце. Проксима Центавра Би находится в середине обитаемой зоны звезды. Это означает, что на планете может существовать жидкая вода и жизнь. Похоже, что экзопланета находится в приливной блокировке со своей родительской звездой. Одна из ее сторон постоянно обращена к звезде, а другая всегда находится в темноте. Ученые пока не выяснили, есть ли у планеты атмосфера. Она движется слишком близко к своей звезде и завершает одну орбиту за 11 земных суток. Возможно, излучение звезды оттягивает на себя воздух планеты. Если это так, то на поверхности Проксимы Центавра Би вряд ли есть жидкая вода. Глизе 832С находится на расстоянии 16,2 светового года от Земли. По космическим меркам это расстояние в один шаг. Эта экзопланета в пять раз массивнее Земли и движется гораздо ближе к своей родительской звезде. Поэтому год на этой планете длится всего 36 дней. Но поскольку эта звезда – красный карлик, гораздо более холодный и тусклый, чем Солнце, Глизе 832С получает столько же света и тепла, сколько и наша планета. В то же время до сих пор неясно, похожа ли она на Землю. Вероятно, планета обладает гораздо более плотной атмосферой, что приводит к возникновению парникового эффекта. Планета поглощает от звезды хозяина больше тепла, чем может отдать обратно в космос. Это означает, что Глизе 832С скорее похоже на горячую Венеру, чем на относительно прохладную Землю. У НАСА есть несколько невероятных планов в отношении Луны. Например, их следующая амбициозная лунная программа «Артемида-2». В рамках этой программы планируется высадить на Луну астронавтов, включая первую женщину в 24-м году. Цель программы «Артемида» – обеспечить устойчивое присутствие человека на Луне. Планируется создать лунный шлюз, своего рода космическую станцию на лунной орбите, которая будет служить отправной точкой для высадки на Луну. Не будем забывать и о крутых лунных аппаратах. Ученые разрабатывают ракету Space Launch System, которая будет выводить на орбиту космический корабль «Орион» с астронавтами в направлении Луны. А еще есть система посадки человека, которая мягко приземлится на поверхность Луны и позволит астронавтам исследовать ее и проводить научные эксперименты. И на этот раз НАСА объединился с международными партнерами, в том числе с Европейским космическим агентством, чтобы сделать эту лунную мечту реальностью. Но все эти прекрасные мечты могут быть разрушены, из-за чего-то, что на первый взгляд кажется очень маленьким и незначительным. Представьте себе, нет атмосферы, нет воздуха, которым можно было бы дышать, и вдруг на восходе и закате появляется таинственная дымка и рассеянные лучи света, как будто Луна устраивает небесное шоу. Но у этой красоты есть своя изюминка. Во время полета Аполлона-17 в 19 веке из-за этого прекрасного зрелища у одного из астронавтов НАСА, Харрисона Шмидта, начали слезиться глаза. Он назвал это явление лунной лихорадкой. Эта загадочная лихорадка поразила всех 12 членов экипажа. Астронавты испытывали те же симптомы, что и при простуде. От приступов чихания до заложенности носа. Потребовалось несколько дней, чтобы реакция прошла. Это событие привело к открытию лунной пыли и ее темной стороны. Когда ученые знали об этих лучах, они стали их изучать. И вот что они обнаружили. Эти лучи были вызваны солнечным светом, проникающим сквозь слои мельчайшей лунной пыли. Пыль состояла из мелких частиц и осколков стекла. И она была буквально везде. Оказалось, что лунная пыль коварна. Она создала целый ряд проблем. Сложности со здоровьем у астронавтов были только началом. Дело пошло еще дальше. Пыль повредила ценную технику и вызвала сбои в работе электроники. Она разъедала детали, а внутри космического корабля из-за нее пахло сгоревшим порохом. Вот это да! Она прилипает к всему, покрывая поверхность как одеяло. Она может засорять оборудование, попадать в хрупкие механизмы и даже портить скафандры космонавтов. В XIX веке все снова пошло наперекосяк. Астронавты Apollo 17 столкнулись с настоящим кошмаром. После 22 часов пребывания на лунной поверхности их скафандры получили необратимые повреждения. Да, вы не ослышались. Необратимые. Пыль уменьшила подвижность космонавтов, им стало труднее передвигаться и ходить по Луне. И как бы они ни старались ее счистить, она никуда не уходила, оставляя скафандры в плачевном состоянии. Как видите, это создает серьезные проблемы для будущих полетов на Луну. Но наши бесстрашные ученые не сдаются. Чтобы решить эту проблему, им необходимо понять, как образуется лунная пыль и почему она такая цепкая. Выяснилось, что все дело в падении метеоритов. Когда эти космические камни врезаются в Луну, они образуют мелкую пыль, которая заполняет все вокруг. Иногда при ударах плавятся минералы, образуя острые осколки стекла, которые смешиваются с пылью. Кроме того, в пыли содержится силикат. Материал, который обычно встречается на вулканических планетах. Вдыхание силиката вызывает серьезные проблемы с легкими у шахтеров на Земле. Представляете, какие неприятности он может доставить на Луне? Недавнее исследование показало, что даже одна ложка лунной пыли достаточно токсична, чтобы разрушить до 90% клеток легких и мозга, подвергшихся ее воздействию. Но бывает и хуже. Низкая гравитация на Луне позволяет этим мельчайшим частицам витать на поверхности гораздо дольше, чем на Земле, проникая в легкие еще глубже. Представьте, что вы в течение нескольких месяцев дышите частицами в 50 раз меньше человеческого волоса. Это же катастрофа. А ведь на поверхности Луны все обстоит несколько иначе, чем здесь. Здесь нет ливней и сильных порывов ветра, которые могли бы сдуть эту пыль. Нет и атмосферы, которая защищала бы поверхность. Таким образом, из-за отсутствия ветра и дождей, как на Земле, сухие частицы постоянно остаются на поверхности. К тому же Луна постоянно подвергается излучению со стороны Солнца, что еще больше усиливает электризацию. В результате такого облучения пыль приобретает электрический заряд. Солнечные ветры создают положительные и отрицательно заряженные частицы. Они кружат вокруг, отталкиваясь друг от друга и создавая полосы света, которые наблюдали астронавты Аполлона-8. Это похоже на лунную вечеринку. Европейское космическое агентство ИСА собрало группы экспертов для изучения лунной пыли. Они работают с ее имитацией, добытой в вулканическом районе Германии, чтобы понять поведение мелких частиц и их последствия на технику и организм человека. Инженерам также необходимо найти способ защиты будущих астронавтов и оборудования. Специалисты НАСА хотят создать скафандры, способные выдержать не одну, не десять, а сто высадок на лунную поверхность. Это все равно, что провести там 800 часов, исследуя спутник. Кроме того, в 2021 году НАСА инициировало конкурс для новаторских и революционных идей. Breakthrough Innovative and Game Changing Idea Challenge. В нем могли принять участие студенты университетов со всего мира. Они предлагали свои гениальные решения, в том числе и для избавления от лунной пыли. Например, студенты вдохновились шерстью шиншиллы и предложили использовать специальные волокна, проводящие электричество. Подобно тому, как шиншиллы избавляются от пыли, эти волокна помогут удержать лунную пыль на расстоянии. Мохнатый друг протягивает лапу помощи. Разве это не прелестно? Еще одна интересная идея – электрически заряженная щетка, активируемая ультрафиолетовым излучением. Это как волшебная палочка, которая одним взмахом убирает пыль. Абра-кадабра! На пылищетло! Не будем забывать и о тканях, вдохновленных насекомыми. В некоторых из них на панцирях есть пыль, улавливающие структуры, которые отталкивают нежелательную пыль. И наши изобретательные студенты подумали, почему бы не имитировать это? Они разработали ткань с аналогичными свойствами, создав защиту от коварных лунных частиц. Примечательность этих идей заключается в том, что все они используют силу электрического заряда для борьбы с пылью. Заряд ловко отводит ее от скафандров, сохраняя их в целости. И хотя все эти идеи звучат очень здорово, ученые из НАСА предложили еще одно, еще более удачное решение – углеродные нанотрубки. Это отличный способ усовершенствовать ткань для скафандров. Что же делает эти углеродные нанотрубки такими особенными? Они обладают удивительными сверхспособностями. Во-первых, они сверхпроводящие, а значит, могут проводить электричество, как никто другой. Это все равно, что молния, заключенная в микроскопическую трубку. Кроме того, эти углеродные нанотрубки прочнее любых метеоритов. Они способны противостоять суровым лунным условиям, где даже пылинка может стать причиной неприятностей. Представьте себе костюм из материала, который прочнее плаща Супермена. Поэтому ученые НАСА решили вплести эти необычные углеродные нанотрубки в ткань скафандра. Электроды были тщательно интегрированы в наружный слой ткани, что позволило сделать скафандр совершенно прочным. Но как трубки помогут избавиться от лунной пыли? И здесь мы снова возвращаемся к электричеству. При включении переменного тока электроды создают мощные электрические поля. Эти поля работают как магниты, отталкивая заряженные и незаряженные частицы пыли от скафандра. Представьте это как вечеринку, где частицы пыли – незваные гости, а электрические поля – вышибалы, быстро выпроваживающие их. Благодаря этой технологии у лунной пыли нет ни единого шанса навредить космонавтам. Кроме того, лунный грунт можно использовать для изготовления кирпичей для жилищ. Из него также можно добывать кислород, чтобы астронавты могли оставаться на Луне длительные периоды времени. Когда жизнь подкидывает тебе лимоны, сделай из них лимонад, верно? Что ж, пожелаем удачи команде астронавтов, отправляющиеся в этот эпический лунный поход. Будем надеяться, что они преуспеют и следующая миссия на Луну пройдет без проблем и критических сложностей. Следите за новостями. Наденьте очки, потому что Меркурий – очень горячая планета. С его поверхности Солнце выглядит в три раза больше, чем с Земли, и светит в 11 раз ярче. Меркурий может вращаться медленнее Земли, но он все равно знает, как хорошо провести время. Один день на этой планете длится 59 земных суток, но не волнуйтесь, год на Меркурии длится всего 88 земных суток. Так что, если вы хотите почувствовать себя столетним человеком, просто разделите свой возраст на 0,25 или умножьте на 4. Так вы получите свой приблизительный меркурианский возраст. Легко и просто. Не будем забывать и о странной орбите Меркурия. За каждые два оборота вокруг Солнца он вращается вокруг своей оси дважды. Это означает, что в каждом полушарии целый год светит день, а затем наступает длинная ночь. Часовые пояса на этой планете отсутствуют, поэтому мы будем придерживаться времени по Гринвичу. Кто-то забыл вынести мусор? Почему здесь пахнет тухлыми яйцами? Ах, простите. Это потому, что мы на Венере, а ее облака отнюдь не пахнут розами. Сутки любой планеты – это, по сути, время необходимое ей для полного вращения вокруг своей оси. Венера с этим не торопится. Она гораздо медленнее, чем Земля. Так, сутки на Венере длятся целых 243 земных дня или почти 6000 часов. И вот тут-то и возникают некоторые сложности. Поскольку сутки на Венере такие длинные, мы фактически используем земные сутки в качестве стандарта для отчета времени на планете. Это означает, что на всей планете существует только один часовой пояс. Звучит удобно, да? Год на Венере составляет около 225 дней. Так, если бы вы встречали Новый год на Земле в 2000 году, то на Венере это был бы 3251 год. Таким образом, для учета времени на Венере мы можем использовать местный год, состоящий из 225 зимных дней. Но каждые 3 года или около того есть дополнительный короткий год, состоящий всего из 224 дней. На Земле тоже есть високосные годы, но они работают немного по-другому. Мы добрались до Земли. Ура! Сколько часовых поясов на этом большом голубом шаре? Барабанная дробь? 24. А знаете ли вы, что мы можем немного изменить время? Да, примерно в 80 странах, в основном в Европе и Северной Америке, существует так называемое летнее время. Летом мы переводим часы на час вперед, чтобы понежиться в лучах солнца. Но учтите, что в каждой стране существуют свои правила перехода на летнее время. Так что не стоит спать, когда стоит работать. В некоторых регионах часовые пояса даже отличаются от всемирного координированного времени на полчаса или четверть часа. Можете представить, что у Луны есть собственный часовой пояс? Не так давно Европейское космическое агентство объявило о том, что Луне пора обзавестись собственным синхронизированным часовым поясом. Поскольку все больше стран и частных компаний планируют полеты к нашему соседу, важно, чтобы все мы говорили на одном языке, когда речь идет о хронометраже. В настоящее время каждый полет проходит по всемирному координированному времени, что хорошо, когда одновременно осуществляется несколько полетов. Но если в ближайшие несколько лет планируется осуществить десятки полетов на Луну, то ситуация осложняется. Необходима система, обеспечивающая единство действий. Иначе мы получим рассинхронизацию работы различных космических аппаратов. А такой хаос в космосе никому не нужен. Точное время очень важно для связи и навигации, поэтому нам необходимо найти способ, чтобы все были на одной волне. Европейское космическое агентство еще не определило, в каком формате будет действовать новый лунный часовой пояс, но оно работает над этим. Должна ли появиться единая организация и ответственное заведение лунного времени? Или же мы должны позволить Луне устанавливать собственное время? А как насчет более детальных часовых поясов, основанных на положении Солнца? Все это важные вопросы, требующие ответа. Когда речь идет о дне на Марсе, то он не слишком отличается от земного. Мы имеем 24 часа, 39 минут и 35 секунд. Марсианский год равен 1,8 земного года, то есть земной 2000 год случился в марсианском 1063 году. Чуть не забыл, в марсианском году 668 местных суток. С марсианским календарем мы разобрались, но Марсу понадобятся местные часовые пояса. Из-за вытянутой орбиты разница между летним и зимним временем будет значительной. На Марсе будет действовать летнее время. День на Юпитере Нам бы очень пригодилось какое-нибудь классное приложение, отслеживающее все эти вещи. В любом случае, если мы когда-нибудь колонизируем Юпитер, большая часть населения все равно будет жить на его спутниках, потому что на нем слишком сумасшедшая атмосфера. И вот что, периоды вращения спутников связаны между собой, так что мы можем использовать одну и ту же систему подсчета дней для всех них. На ИО за один земной день мы можем получить два стандартных юпитерских дня. Как это посчитать? Ну, минуты здесь длится 53 секунды, а час — 103 минуты. А можно просто использовать земные минуты и часы и получить сутки продолжительностью 21 час 13 минут. Сколько тебе лет? Мне 200 дней, а тебе, для вас, жителя Земли, это звучит странно, но ребята на Сатурне считают свой возраст в днях. Год на Сатурне безумно долгий. Он больше, чем 29 земных лет. Малышам здесь отводится лишь доля года, а самым пожилым людям — 3 года. Таким образом, для учета времени на Сатурне можно разделить сатурнеанский год на 29 или 30 сезонов. И еще интересный факт. У Сатурна нет твердой поверхности, только облака, которые двигаются с разной скоростью. Но мы все равно могли бы организовать там несколько классных исследовательских станций или воздушных шаров для добычи гелия. Год на Уране длится 84 земных года. Поэтому для упрощения расчетов мы будем использовать земные годы, а местные можно использовать для особых случаев. Например, для достижения первого уранического года. Поскольку Уран не имеет твердой поверхности, период вращения вокруг своей оси у него разный. Только научные миссии и компании, добывающие гелий, отваживаются входить в его атмосферу. И вот еще что. У каждого спутника Урана своя система дней и да. Довольно запутанно. Большинство людей никогда не будут отмечать ни одного нептунианского года. Один год на Нептуне — это слишком долго для нас, людей, чтобы оставаться здесь. Но не волнуйтесь, мы все равно будем бросать верх конфетти и праздничные колпаки по особым случаям. Например, когда пройдет два года с момента прилета на Нептун первого космического корабля. Что касается остального времени, то мы просто будем использовать земные годы для всех наших деловых нужд. Плутон вращается вокруг Солнца за 240 земных лет, что слишком много для того, чтобы использовать это время в качестве года в нашей повседневной жизни. День на Плутоне — почти как неделя на Земле. Поэтому, чтобы не терять времени, разделим его на шесть стандартных плутонианских дней. Три светлых и три темных. Таким образом, стандартный день на Плутоне будет длиться чуть больше, чем один земной день. Поскольку ось Плутона сильно наклонена, использование часовых поясов не имеет смысла. Поэтому мы просто будем использовать один часовой пояс для всей системы. Что касается стандартного плутонианского года, то он будет практически таким же, как и земной — около 343 дней. Но раз в 10 лет мы будем добавлять еще один день, просто для интереса. На этом пока все. До встречи на Плутоне! Ладно, я официально отказываюсь от идеи, что Луна все-таки сделана из сыра. И конкретно не из гауды. Блестящий лунный шар, или изогнутый банан, или половинка монеты, в зависимости от фазы, в которой он находится, имеет внутри разные слои, как и Земля. Один из этих слоев называется внутренним ядром. Около 20 лет назад ученые наблюдали за тем, как вращается Луна. На основе этих данных они пришли к выводу, что у нее жидкое внешнее ядро. Но внутреннее ядро было трудно изучить, поэтому они не знали, оно твердое, как камень, или расплавленное, как горячая жидкость. Но теперь все стало яснее. Астрономы собрали данные с разных миссий, в том числе с миссии Аполлон, когда астронавты отправились на Луну и сами собрали информацию. Кроме того, они использовали специальную сейсмическую технику. Их метод заключался в том, чтобы изучить, как звуковые волны проходят сквозь предметы. Возьмем, к примеру, землетрясение на нашей планете. Когда происходит землетрясение, оно создает волны, проходящие сквозь Землю. Ученые могут обнаружить и проанализировать эти волны, чтобы узнать больше о недрах Земли. Эта же идея, применимая и к другим объектам нашей Солнечной системы, например, планетам или Луне. Когда происходит землетрясение или лунотрясение, они генерируют звуковые волны. Внимательно слушая и изучая эти волны, ученые могут создать подробную карту того, что находится внутри объекта. Они могут выяснить, как устроены различные слои, из чего они состоят и как расположены. Чтобы проверить глубокие недра Луны, ученые также использовали метод лазерной дальнометрии. Он очень точно измеряет расстояние между поверхностью Земли и Луны. Выяснилось, что внутреннее ядро нашего естественного спутника представляет собой плотный, твердый шар из железа, совсем как у Земли. Его ширина составляет около 500 километров, что почти на 15% больше размера всей Луны. Исследователи также наткнулись на доказательство, подтверждающее теорию о том, что слой между поверхностью Луны и ее ядром, называемый мантией, перемещался по мере эволюции Луны. Мы называем это движение переворотом лунной мантии, и оно может объяснить, почему мы находим на лунной поверхности элементы, богатые железом. В итоге мантийный материал поднимается вверх, а вулканическая порода остается в лунной коре. Некоторые материалы в этой породе были слишком плотными, поэтому они просто опускались обратно сквозь более легкий материал коры вплоть до границы ядра и мантии. Это похоже на момент, когда материал мантии Луны поднимается во время вулканической активности, выносит на поверхность богатые железом элементы, а затем опускается обратно. Ученые пытаются разгадать еще одну загадку, что привело к ослаблению и почти полному исчезновению магнитного поля Луны. Похоже, что теперь, когда мы знаем о железном ядре и перевороте мантии, мы можем получить больше ответов о магнитном поле Луны. Понимание того, что представляет собой внутреннее ядро, поможет нам лучше понять историю Луны, а также историю всей нашей Солнечной системы. Одна из общепринятых теорий происхождения Луны гласит, что на ранних стадиях развития Земли произошло ее мощное столкновение с другим загадочным объектом в нашей Солнечной системе. Это называется теорией большого столкновения. Столкновение было настолько сильным, что оторвало большой кусок первобытной расплавленной Земли. Правда, не такой уж и большой по сравнению с тем, что осталось. Диаметр Земли в четыре раза больше, чем лунный. Затем этот кусок был отправлен на орбиту вокруг нашей планеты. Это могло произойти примерно через 95 миллионов лет после образования нашей Солнечной системы. Объект, столкнувшийся с Землей, мог иметь массу около 10% массы нашей родной планеты и быть размером примерно с Марс. В этом есть смысл, ведь Земля и Луна имеют схожий состав. Конечно, есть и другие идеи о том, как образовалась Луна. Одна из них гласит, что ее захватила гравитационная сила нашей планеты. Это означает, что Луна просто пролетала мимо, когда ее внезапно втянула на орбиту Земли. Существует даже гипотеза, что Земля украла Луну у Венеры. В таком случае Луне не стоит жаловаться. Думаю, вид здесь гораздо лучше. Так что да, Луна и Земля похожи, когда речь идет о породах и некоторых минералах. Но на Луне нет такой атмосферы, как на нашей планете. Ее атмосфера разрежена и состоит из газов, в том числе калия и натрия, чего не встретишь в атмосфере Марса, Венеры или Земли. А горные породы на Луне не содержат воды, но это не значит, что там нет воды. Давным-давно, в 17 веке, астрономы заметили на поверхности Луны большие темные пятна. Один из астрономов решил, что эти пятна похожи на океаны и назвал их «мария», что в переводе с латыни означает «море». Другие астрономы также составляли карты Луны, и они использовали термин «мария» для описания этих темных пятен. Например, Mary Tranquillitatis переводится как «море спокойствия». Там совершил посадку Аполлон-11, но, похоже, эти темные пятна на самом деле не являются океанами. Это равнины и застывшие лавы, извергнутые давным-давно. Эти вулканические извержения оставили после себя гладкие плоские участки, называемые базальтовыми равнинами. В конце 1800-х годов один наблюдатель изучал Луну и обнаружил, что у нее нет атмосферы. Без атмосферы нет ни облаков, ни воздуха, который бы удерживал воду от испарения. Поэтому ученые решили, что любая вода на Луне сразу же исчезнет. Они считали, что Луна абсолютно сухая. Но в 1961 году у физика Кеннету Уотсона возникла другая идея. Он указал, что вода на Луне может находиться в особых зонах, называемых постоянно затененными областями. Это места на Луне, куда не попадает солнечный свет, поэтому они все время остаются темными. Таким образом, водяной лед может существовать в этих темных областях, потому что там очень холодно и лед не испаряется. Но когда астронавты миссии Аполлон отправились на Луну, они привезли с собой образцы грунта, и ученые не нашли в них никаких признаков воды. Так что все вернулись к мысли, что Луна абсолютно сухая. В 90-х годах НАСА обратило внимание на эти затененные кратеры и обнаружило высокую концентрацию водорода, что означало, что на полюсах Луны может быть лед. Но уверенности в этом не было, поэтому они продолжали искать и через некоторое время обнаружили водород, запертый внутри крошечных шариков вулканического стекла. Поскольку сегодня на Луне нет активных вулканов, это означает, что вода, вероятно, присутствовала на Луне, когда эти вулканы извергались. Кроме того, в первые дни существования Луны воды могло быть гораздо больше. В 2020 году миссия НАСА София показала нам то, что мы искали уже очень давно. Вода на Луне все-таки есть. Оказывается, вода скрыта в зернах лунной пыли или прилипает к поверхности в освещенных Солнцем областях Луны. Итак, океанов, как у нас на Земле, нет. Но есть хоть что-то. Но остается вопрос, как туда попала вода? Похоже, у Луны была довольно хаотичная история во времена ее формирования, как, вероятно, и у большинства планет и спутников в нашей Солнечной системе. Так, есть некоторые свидетельства того, что вода попала туда в результате давнего столкновения с кометами, а может быть, и продолжает поступать от тех, что врезаются в Луну прямо сейчас. Мы говорим о ситуации, когда ледяные микрометеориты сталкиваются с поверхностью Луны, а пыль, взаимодействуя с солнечным ветром, создает еще больший беспорядок. Но определенно нам нужно больше информации. Ведь, как мы все знаем, когда упоминаешь воду, неизбежно говоришь и о жизни. Вот почему мы хотим узнать больше о льде, спрятанном в полярных кратерах на Луне. Может быть, благодаря ему мы узнаем больше о том, как развивалась жизнь на Земле. Может быть, именно кометы принесли сюда все необходимые элементы. Тогда, возможно, некоторые из этих элементов застряли и на Луне. Хммм. Что если бы мы жили в мире, где Луна и Солнце поменялись местами? Да-да, я знаю, о чем вы думаете. Последствия были бы ошеломляющими и катастрофическими. Но вот интересная мысль. А что если бы мы каким-то образом выжили после всего этого? Как бы выглядела наша жизнь в новом мире и что случилось бы с Солнечной системой? Пора это выяснить. Начнем с Луны. Знаете ли вы, что Луна отвечает за приливы и отливы на Земле? Когда океан то поднимается, то опускается, словно играя в пляжный волейбол. Все благодаря гравитационному притяжению нашего спутника. Луна также помогает стабилизировать вращение Земли. Это очень важно, если вы не хотите оказаться на планете, которая вращается на боку. Речь о тебе, Уран. Кроме того, она служит щитом, защищая нас от некоторых из наиболее вредных космических лучей, астероидов и космического мусора. Луна словно наш личный телохранитель. И без нашего спутника мы, возможно, не смогли бы здесь шутить и наслаждаться жизнью. Некоторые ученые считают, что Луна сыграла ключевую роль в развитии жизни на Земле. Без ее гравитационного притяжения у нас мог бы быть безумно переменчивый климат. Кроме того, Луна могла бы перераспределить воду по всей планете. А мы все знаем, что вода — это жизнь. Что касается Солнца, то нам прекрасно известно, насколько оно важно. Оно дает свет, тепло и энергию всем планетам. Но как любой хозяин вечеринки, Солнце иногда может быть слишком интенсивным. Не забывайте, что это чрезвычайно мощная и массивная звезда с температурой поверхности около пяти с половиной тысяч градусов. Если бы не наш озоновый слой, мы бы все мгновенно сгорели. Расстояние между Землей и Солнцем составляет около 149 миллионов километров. Ученые взяли это расстояние и превратили его в единицу измерения, одну астрономическую единицу или AU. Ближайшее расстояние, на которое Земля может приблизиться к Солнцу, не будучи полностью уничтоженной, составляет около 0,9 AU. В то же время, если мы отойдем слишком далеко, дальше, чем на 1,2 AU, наша планета превратится в снежный шар. Так что нам очень повезло с нашим расположением. Тем временем, расстояние между Землей и Луной составляет около двухтысячных астрономической единицы или 386 тысяч километров. Это очень близко к нам. Теперь, когда мы понимаем, насколько важны эти два объекта и как сильно их положение влияет на наш мир, давайте попробуем поменять их местами. Наверняка, ничего плохого из этого не выйдет. Для начала представим, что Солнце оказалось на месте Луны. Вы, наверное, уже догадываетесь, что с нами произойдет. Интенсивное тепло и радиация Солнца превратят Землю в сауну, а температура будет стремительно расти. От любого живого существа останется лишь кучка пепла. Но разрушение на этом не закончится. Атмосферу и океан унесет солнечный ветер, оставив планету незащищенной и уязвимой для радиации частиц, исходящих от Солнца. Это было бы похоже на гигантский космический фен, включенный на полную мощность. Забудьте о таянии полярных льдов. Вся планета превратится в одну большую лужу. Впрочем, это был научно обоснованный ответ. Ну, скучно. А что, если бы мы смогли как-то пережить эту катастрофу? Например, если бы у нас была какая-то современная технология, которая могла защитить людей от превращения в золу? Во-первых, даже если бы наша планета каким-то образом выжила, на ней по-прежнему было бы довольно жарко, поскольку Солнце все равно излучает гораздо больше тепла и энергии, чем Луна. Кроме того, в отличие от Луны, которая переживает периоды темноты во время лунной ночи, Солнце имеет постоянный источник энергии за счет ядерного синтеза. Так что, по крайней мере, нам не придется беспокоиться о том, что мы будем мерзнуть каждую ночь. Нам просто придется потеть во сне. Конечно, такое дополнительное тепло окажет серьезное влияние на наши экосистемы. Растениям и животным придется приспосабливаться, чтобы выжить, и мы могли бы наблюдать некоторые серьезные изменения в том, как функционирует жизнь на Земле. Представьте себе замешательство ночных животных. Без Луны они бы не знали, как ориентироваться и охотиться. Что же нам делать в этом новом невероятном жарком мире? Ну, возможно, мы могли бы построить несколько высокотехнологичных теплиц, чтобы удерживать это тепло. Или использовать гигантские зеркала, или другие отражающие поверхности, чтобы использовать то количество солнечного света, которое получает Земля. Далее рассмотрим гравитацию Солнца. Помните, мы говорили, что гравитационное притяжение Луны как раз подходит для стабилизации орбиты Земли? Так вот, если мы заменим его на целую звезду, ситуация изменится. Речь идет об экстремальных изменениях времен года, климата и всяческих погодных курьезок. Ваша повседневная жизнь будет выглядеть так, будто вы пытаетесь танцевать ча-ча-слайд во время землетрясения. Вращение Земли также резко ускорится. Это означает более короткие дни, более длинные ночи, а также путаницу с рабочими часами и днями рождения. Так есть ли способ это исправить? Ну, гипотетически мы могли бы использовать массивные космические аппараты или другие технологии, чтобы искусственно скорректировать орбиту и вращение Земли. Например, мы могли бы запустить ракеты или космические буксиры, которые медленно вытолкнули бы нашу планету на новую орбиту, более стабильную и постоянную. И это еще не все. Вся эта игра с гравитацией также означает новые приливные волны эпических масштабов. Мы говорим о волнах такой высоты, что серферам потребуются кислородные баллоны, чтобы просто прокатиться на них. Представьте, что вы пытаетесь провести лодку через ураган, сидя верхом на сопротивляющейся лошади. И-ха! Луна также смешивает питательные вещества в океане и помогает поддерживать морскую жизнь. Так что, если поменять солнце на луну, богатые питательными веществами воды уйдут в прошлое. Океан превратится в застойный, безжизненный суп, в котором кроме водорослей и планктона нет ничего, что могло бы составить нам компанию. Чтобы выжить, нам придется питаться бутербродами с морскими водорослями и пить опресненную воду. И давайте будем честными, никто не хочет жить в мире без суши. Так что же нам делать? Ну, мы можем попытаться как-то искусственно создать приливы и отливы и лимитировать гравитационное воздействие луны на океан. Например, использовать насосы или другие механизмы для перемещения больших объемов воды таким образом, чтобы создать подобный приливной эффект. Или мы можем попытаться помочь морским обитателям адаптироваться к новому, менее богатому питательными веществами океану. Возможно, развивать рыбоводство или аквакультуру. Наконец, не забывайте о радиации. Солнце это по сути фабрика радиации. Она может серьезно испортить наше здоровье и электронные устройства. Вы считаете, что ваш телефон хрупкий? Представьте, что с ним будет при гигантской солнечной вспышке. Так что для защиты нам понадобятся самые современные технологии. Речь идет о материалах, способных выдержать температуру, превышающую температуру халапенью, и о магнитных полях, достаточно мощных, чтобы отклонять заряженные частицы. О, и тонны солнцезащитного крема! В общем, если заменить Луну на Солнце и каким-то образом избежать катастрофических последствий, это будет совершенно другой мир, чем тот, который мы знаем. Но эти последствия ощутила бы не только Земля. Что же произошло бы с остальной частью нашей Солнечной системы? Для начала, если Солнце с его сумасшедшим гравитационным притяжением займет место Луны, оно начнет серьезно влиять на орбиты других планет. Они могли бы разлететься в разные стороны. Планетам также пришлось бы ощутить некоторые черты жаркого характера Солнца. Им пришлось бы иметь дело с его радиацией и заряженными частицами. И, наконец, магнитное поле Солнца невероятно сильное. Если бы оно заняло место Луны, то другие планеты были бы вынуждены плясать под его дудку. Это могло бы вызвать электрические бурьи, полярные сияния и другие сумасшедшие электрические эффекты. А что будет с самой Луной? К сожалению, ее господство в центре нашей Солнечной системы не продлится слишком долго. Скорее всего, она либо начнет вращаться вокруг Солнца и будет им поглощена, либо просто улетит как хвольная птица. Вот и все! Космический розыгрыш пошел не по плану. Что мы можем сказать? Давайте просто будем благодарны за то, что такой сценарий физически невозможен и вместо этого будем наслаждаться прекрасной Луной и живительным Солнцем с безопасного и комфортного расстояния. Луна — наш естественный спутник с загадочными темными пятнами. Мы всегда видим только одну ее сторону, поэтому привыкли к такому изображению. Трудно представить, что Луна может выглядеть иначе. Но раньше все было не так. Раньше все было совсем по-другому. Представьте себе огромный раскаленный спутник в небе, вызывающий постоянные цунами. Я предлагаю отправиться в далекое прошлое, чтобы увидеть, какой была Луна много-много лет назад. Луна сформировалась около четырех с половиной миллиардов лет назад. В то время наша зелено-голубая планета была нестабильным раскаленным куском камня, летающим в космосе. У нас еще не было Луны, и сутки на планете длились всего шесть часов, что означало лишь три часа дневного света. Повсюду извергались вулканы, выбрасывая в воздух ядовитый газ, и куча метеоритов регулярно врезалась в планету. В это же время, четыре с половиной миллиарда лет назад, произошел так называемый большой всплеск. У ученых есть гипотеза гигантского столкновения. Она утверждает, что однажды в Землю врезался объект размером с Марс. Марс примерно в два раза меньше нашей планеты, поэтому удар был не фатальным, но все равно катастрофическим. Мощный удар оторвал часть внешних слоев этого объекта и Земли. Ядро космического гостя слилось с плотным ядром Земли. Огромное количество осколков улетело в космическое пространство. Это положило начало Луне. Или, говоря по-научному, запустило процесс дифференциации. Через этот процесс проходят все планетарные тела в начале своей жизни. Поскольку удар произошел при огромных температурах, его тепло унесло большую часть газов и жидкостей из обломков Земли. Осталась только относительно сухая каменная поверхность, так что вода и газы на Луне есть, но в очень малых количествах. Гравитация нашей планеты была достаточно сильной, чтобы заставить все эти раскаленные каменные осколки остаться на орбите. Постепенно они начали слепаться. Содержащиеся в них химические вещества распределялись слоями. Железо, которое было тяжелее, опустилось глубже, а более легкие элементы образовали поверхность. За короткое время, сто лет или меньше, кольцо из пара, пыли и расплавленного камня сплавилось воедино. Самые крупные скопления с самой сильной гравитацией притягивали к себе все больше и больше других частиц, постепенно формируя Луну. Она выглядела как раскаленный шар с пузырями. К сожалению, ядро новорожденной Луны оказалось очень маленьким, ему не хватало железа и других тяжелых элементов для формирования чего-то существенного вроде планеты. Самые древние лунные породы вероятно образовались в океане магмы, а когда Луна постепенно остыла, она превратилась в белый, чистый и идеально ровный шар. Она сильно отличалась от того, что мы видим сейчас. Начнем с того, что сразу после своего рождения спутник находился на расстоянии всего 22 тысячи километров от Земли. Это в 15 раз ближе, чем сейчас, около 380 тысяч километров. Страшно представить, какой огромной и яркой выглядела Луна на небе в тот момент. Вероятно, вид был одновременно прекрасным и ужасающим. И, конечно, такая близость вызвала мощнейшие волны на Земле. На планете регулярно происходили цунами. Кроме того, в то время Луна вращалась очень быстро и она не была повернута к Земле только одной стороной. Но в целом Земля и Луна положительно влияли друг на друга. Например, именно благодаря Луне наши сутки длятся 24 часа. Сейчас ось Земли наклонена на 23,5 градуса относительно плоскости ее орбиты вокруг Солнца. Без Луны Земля вращалась быстро, но благодаря спутнику наклон планеты стабилизировался, что привело к разнообразию климатических зон на Земле. Стоит отметить, что гравитация нашей планеты тоже помогла Луне. Благодаря ей Луна стала вращаться медленнее, постепенно удаляясь от нас. Со временем ее орбита отдалилась от нашей планеты. В то же время Луна связалась с Землей приливным захватом. Это означает, что период ее вращения совпадает с орбитальным периодом. Или, другими словами, Луна движется вокруг своей оси так же быстро, как вокруг Земли. Вот почему Луна всегда обращена к нашей планете только одной стороной. Когда Луна удалилась, приливы на Земле стали спокойнее. Теперь вода могла поступать в самые отдаленные уголки планеты. Именно тогда на Земле появилась жизнь. Но вернемся к эволюции Луны. Что происходило на ее поверхности после образования? Следующими этапами развития Луны стали детство и юность. И, как обычно бывает в этом возрасте, период был безумным. Неудивительно. Около 4 миллиардов лет назад Солнечная система сходила с ума. В течение первых 600 миллионов лет существования Луны с ней постоянно сталкивались крупные астероиды и кометы. Они стали беспокоить не только Землю, но и ее спутник. Эти столкновения были самыми мощными за всю историю Луны. Они оставили множество крупных кратеров, которые впоследствии были заполнены темной породой. Не только Землю посетил незваный космический гость. Однажды в Луну врезалась карликовая планета. Она была размером с Цереру, крупнейший объект в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Этот взрыв образовал бассейн Южный полюс Эйткен и навсегда изменил внешний вид Луны. Видите темное пятно на дальней стороне Луны? Прямо там, на юге. Это и есть тот самый бассейн. Его диаметр превышает 2500 километров. Он образовался в результате упомянутого столкновения около 4,3 миллиарда лет назад. Карликовая планета принесла с собой кучу сложных и странных химических соединений, которые сейчас находят на дальней стороне Луны. Эти соединения стали выделять много тепла, расплавили часть лунной мантии и случайно разбудили вулканы. Вулканы начали яростно извергаться. Огромное количество магмы распределилось по поверхности Луны. Много лет спустя она остыла, оставив после себя знаменитые темные пятна, к которым мы так привыкли. Их называют лунными морями. Там гораздо меньше кратеров, чем на лунных нагорьях. Но в последний миллиард лет Луна была геологически неактивна, за исключением редких столкновений с метеоритами. В общем, в результате этих событий внешний вид Луны изменился навсегда. И побитая, и уставшая, она вступила во взрослую жизнь. Но даже тогда она не смогла обрести покой. Куча метеоритов решила снова ее побеспокоить. Честно говоря, все было не так уж плохо. Столкновений было много, но все они были небольшими. Они оставили на Луне кучу кратеров и ям, и самую малость повредили ее мантию. Некоторые истолкновения углубили уже существующие большие кратеры. С годами лунная кора становилась все тоньше из-за этого хаоса. Верхнюю часть лунной коры, покрытую кратерами, часто называют нагорьями. На снимках они выглядят светлыми и яркими. В конце концов, Вселенная успокоилась, по крайней мере, на время. И Луна стала выглядеть так, как она выглядит сегодня. Мы еще многого не знаем о естественном спутнике Земли. Есть моменты в его истории, которые ученые до сих пор не могут точно объяснить. Но они продолжают изучать наш прекрасный спутник. Данные о Луне полезны для человечества. Они дают нам более полную картину как истории нашей Солнечной системы, так и космоса в целом. Будем надеяться, что когда-нибудь мы узнаем о Луне все, что только можно. Вы бы хотели попробовать космический салат? Возможно, однажды вы сможете это сделать. Ученые взяли грунт с Луны и успешно вырастили в нем растения. В конце 60-х, начале 70-х годов 20-го века люди впервые в своей истории ступили на лунную поверхность. Из полетов на Луну в рамках программы «Аполлон» астрономы привезли камни и грунт. Специалисты назвали лунную почву реголит и использовали семена растения под названием резуховидка таля, которая встречается в Азии, Европе и некоторых частях Африки. Они не знали, чем все закончится. Им лишь было известно, что лунная почва крайне бедна питательными веществами и не подойдет для роста земных растений. Поэтому они создали имитатор лунного грунта из вулканического пепла и приступили к работе. Им нужно было провести два отдельных эксперимента. Они посадили семена в земную почву. Это был контролируемый эксперимент. Они также посадили несколько семян в лунную почву в качестве переменной. Они были очень осторожны и использовали для эксперимента всего один грамм лунного грунта. К их удивлению, уже через два дня появились маленькие зеленые листочки, а через шесть дней они стали хорошо видны. Но, к сожалению, после шестого дня растения в лунном грунте перестали развиваться. В почве не хватало необходимых им питательных веществ. В обычной земной почве растения прекрасно себя чувствовали, но не все было потеряно. Несмотря на то, что лунные растения не продолжили развиваться, они выжили. Их собрали через 20 дней. Увы, на космический салат их не хватило. Специалисты изучили биологическую форму растений и выяснили, что лунные растения развивались в условиях сильного стресса. Как будто они росли в очень суровой среде, в отличие от контрольной земной группы. В любом случае эксперимент имел огромный успех. Это был первый шаг в выращивании продуктов питания в неземной почве. НАСА планировало провести новую миссию по высадке на Луну в 2024 году. Но из-за некоторых осложнений ее перенесли на 2026 год. Если все пойдет по плану, вскоре человек впервые ступит на Луну после полета Аполлона-17 в 1972 году. Следующая миссия по высадке на Луну позволит нам собрать больше образцов лунного грунта, чтобы провести эксперименты с другими культурами и посмотреть, какие из них смогут жить дольше. Лунный грунт в его естественном состоянии далек от качественной земной почвы, но мы можем найти способ уменьшить стресс, который испытывают растущие в нем культуры. Возможно, это позволит им полноценно развиваться. Не исключено, что мы найдем на Луне другие материалы, которые помогут растениям расти здоровыми. Миссия будет проходить в рамках программы Артемида. SpaceX Илона Маска отвечает за лунный посадочный аппарат. Сначала будет осуществлен тестовый полет, который продлится около трех недель, а затем астронавты высадятся на южном полюсе Луны. Поскольку этот участок не подвержен воздействию солнечного света, ученые полагают, что там могут быть водно-ледяные кратеры, подходящие для производства ракетного топлива. Это снизит стоимость будущих экспедиций на Луну, поскольку топливо не придется возить из Земли. Значит, лед из кратеров может не только помочь в выращивании растений в лунном грунте, но и сделать Луну самодостаточной для освоения космоса. Марс кажется одним из самых сложных мест для переселения, если учесть, как Земля поддерживает жизнь. Но ученые считают, что при правильном проектировании и создании условий для жизни Марс может стать нашим новым домом. Сила тяжести на Красной планете очень похожа на Земную, а это значит, что строительство зданий со всей инфраструктурой не составит особого труда. Наши биологические часы также не пострадают, поскольку день на Марсе всего на 40 минут длиннее, чем на Земле. Илон Маск планирует отправить роботов для проверки условий на Марсе до того, как туда ступит нога человека. Это будут гуманоиды, имитирующие походку и движение людей. Они должны быть построены особым образом, чтобы проверить, как условия на Марсе повлияют на нас физиологически. Эти роботы также могут начать строить здания, в которых люди будут жить и работать. Чтобы выращивать урожай в неблагоприятных условиях, нам не обойтись без сельскохозяйственных инноваций. И хотя Марс выглядит красным, на нем не жарко, а холодно. Нам придется построить гигантские купола, в которых разместится человеческое население. Они должны быть самодостаточными и не зависеть от природных ресурсов Земли. Эти купола защитят нас от суровых песчаных бурь и низких температур. Возможно, мы не застанем освоение Марса, но первые шаги можно делать уже сейчас. Мы выяснили, что лунный грунт в теории подходит для земледелия, и следующим шагом будет более глубокое изучение этого процесса. В ближайшее время мы не будем жить на Луне, но можем использовать исследование лунного грунта в решении некоторых проблем на Земле. Такие страны, как Индия, внедряют умное земледелие, в котором для ускорения процесса используются роботы. Роботы предназначены для посева, сбора урожая, полива и других задач. Производители роботов сейчас очень востребованы. Они выпускают уникальные машины вроде самоходных автоматизированных тракторов и летательных аппаратов, которые парят над полями и поливают посевы. Такой подход к фермерству позволит повысить производительность, снизить общие затраты и экономить воду, снабжая растение ее строго необходимым объемом. Одна из классных инноваций это вертикальное фермерство, которое идеально подходит для густонаселенных городов. За основу можно взять практически любой заброшенный склад или другое здание. В вертикальной ферме вода используется повторно. Она стекает на нижний уровень и затем используется снова. Фермеры размещают растения на вертикальных грядках, чтобы вода легко стекала. Они используют как естественное, так и искусственное освещение. Такие фермы обычно не содержат почвы. Ее заменяет богатый питательными веществами раствор, в котором находятся корни. Этот метод экономичен и обеспечивает растения точным количеством питательных веществ. В некоторых вертикальных фермах есть пруды с рыбой. Рыба производит отходы, которые очень богаты питательными веществами. Растения могут использовать их в качестве пищи. Вертикальные фермы набирают популярность и вскоре могут заменить традиционное земледелие. Они позволят фермерам выращивать почти в 10 раз больше продукции, чем на обычном поле из-за практичного использования пространства. И не надо беспокоиться, что грызуны съедят ваш урожай. Только если они не научатся летать. Фермерство в закрытом грунте становится очень популярным. Культуры, выращиваемые на открытом воздухе, сталкиваются с природными угрозами, а при выращивании в закрытом грунте нам не придется зависеть от времени года. На крытых фермах можно воспроизвести условия любого климата, и мы сможем выращивать любые фрукты и овощи в любой сезон. А для стабильного качества урожая есть генетическая модификация. Она поможет заранее устранить весь брак, и нам не придется выбрасывать тонны продуктов, не подходящих для употребления. Культуры можно обогатить питательными веществами и сделать более полезными. Все эти методы шаги к космическому земледелию на планетах со сложными условиями. Вообще-то мы уже выращиваем растения в космосе. На международной космической станции выращивают овощи. Ученые изучают, как они растут в условиях невесомости, чтобы потом обеспечивать астронавтов свежими продуктами. Они используют светодиодные лампы и специальные механизмы полива. С фермой, которая обеспечит витаминами команду МКС, все более-менее ясно. Но что, если бы мы путешествовали по галактике и заселяли новые планеты? Нам бы понадобилось очень много места для выращивания сельхозкультур в закрытых помещениях. С другой стороны, к тому времени технологии могут настолько улучшиться, что нам не понадобятся овощи и фрукты в ежедневном рационе. Возможно, появятся совсем новые продукты питания. Но я бы предпочел космический салат с традиционной заправкой. Продолжение следует...